Доброе утро! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Шоу силы и воли. Омск, если так разобраться, это мекка борьбы. Турнир «Сила традиции» собрал в Омске лучших борцов из пяти стран и звезд мирового спорта. Выпил на дорожку. Госавтоинспекторы провели рейт трезвость. Много ли омичей садятся за руль под шофе? Ты собака, ты собака, ждет тебя собачья смерть! Так о ком каштанка будет? В этот рассказ он вложил всю свою историю следи Алексеевна Авиловой. Новое прочтение рассказа Чехова представят в студии Любови Ермолаевой. Как решили показать более глубокий смысл произведения из школьной программы. Грандиозное шоу на главной спортивной арене Омска. Сегодня состоится торжественная церемония открытия международного турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций». В ней примут участие несколько сотен артистов. Ну а буквально полчаса назад стартовали первые поединки. На Омском ковре в стенах G-Drive арены в общей сложности встретятся 8 сборных федеральных округов России и национальные команды Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Поединки будут проходить в весовых категориях от 42 до 110 килограммов. Первыми сошлись так называемые мухачи – самые легкие борцы. Поединки сегодня будут проходить на протяжении всего дня. Отмечу, что вход на G-Drive арену бесплатный. Церемония торжественного открытия начнется в 18 часов 30 минут. Кроме участников состязания в Омске высадился настоящий звездный десант спортсменов мирового уровня. Ведь турнир – сила традиции, это не только о борьбе. В наш город приехали олимпийские чемпионы и победители соревнований мирового уровня. В их числе легендарный российский пловец Александр Попов, не менее легендарная гимнастка Светлана Хоркина и другие. Именитые спортсмены проводят в Омске для детей мастер-классы. Как встречали звездных гостей, какими знаниями поделились с юными атлетами чемпионы и почему даже признанные эксперты не берутся выделять фаворитов турнира. В материале Алексея Дарьева. Омск сегодня встречал звездных гостей. Помимо непосредственных участников турнира «Сила традиций», одними из первых в наш город прилетели сборные Республики Белоруссии и Армении, в аэропорт также прибыли легенды мирового спорта из нескольких государств. Среди них прилетевший из Узбекистана победитель и призер чемпионатов СССР и Европы, призер чемпионатов мира Камиль Фадкулин. Спасибо за приглашение. Замечательный город Омск. Я здесь и раньше бывал. Омск, если так разобраться, сказать, это мекка борьбы. Это здесь основа тоже борьбы классической. Да, здесь много борцов. Место хорошее избрали, поэтому я думаю, здесь будет очень интересно. Программа пребывания в Омске у всех гостей очень насыщена уже с первых же часов. Основатель соревнований «Сила традиций» легендарный спортсмен Александр Карелин вместе с воспитанником Омской школы борьбы Александром Игнатенко посетили кадетский корпус и пообщались с курсантами. За час ребята успели задать несколько десятков вопросов. И, судя по всему, сегодняшняя встреча омских парней очень впечатлила. Тем временем чемпион Олимпийских игр по гандболу Игорь Лавров с удовольствием делился своим мастерством с омскими мальчишками и девчонками. Действительно очень талантливые дети, как мальчики, так и девочки. И при таком сильном тренерском составе могу вас заверить, что результаты не заставят себя долго ждать. Мне понравилось то, что Олимпийский чемпион проводил, то, что мы переняли его опыт, он нам дал нужные советы, чтобы улучшить нашу тактику, нашу игру, ну и в принципе, чтобы сделать нас лучше и сильнее. Ну а сами участники предстоящего турнира используют каждую свободную минуту для того, чтобы поддерживать себя в тонусе. Делают это даже в ожидании официальной процедуры взвешивания. Весогонка – страшное слово для большинства борцов. Для того, чтобы уложиться в нужный вес, многим приходится очень постараться. Для этого порой даже используют вот такие специальные костюмы. Каждое соревнование гоняю по 3-4 килограмма. Вот так вот. Перед этим турниром тоже пришлось сушиться? Да. Как это делаешь? Ну, просто собираю силы и начинаю гонять по режиму там все. В каждой из 12 команд есть немало сильных мастеров, уже поднимавшихся на пьедестал представительных международных турниров. А потому даже признанные эксперты не торопятся накануне стартов называть фаворитов. Тут будет зависеть от командного духа, от настроя тренеров, от математических просчетов, как надо выигрывать по очкам, чисто положить или там достаточно победы по баллам. Ну, очень интересно. Решимость в глазах, отвага в сердце и уважение в душе. Ведущие борцы классики из пяти стран готовы как минимум на два дня превратить G-Drive-арену из хоккейного дворца в место, где бьется сердце одного из самых древних видов спорта в истории человечества. Вся красота греко-римской борьбы. И отвага, выносливость, ловкость и, конечно же, роскошные амплитудные броски. Пропустить такое просто нельзя. К тому же вход на все матчи турнира, абсолютно свободные, бесплатные билеты в кассах G-Drive-арены. Алексей Дарив, Роман Казанцев, Дмитрий Хромцов, Юрий Репин, 12 канал. Больше двух десятков пьяных водителей выявили сотрудники госавтоинспекции в ходе рейда трезвости. Столько же не имели прав на управление автомобилем. Ну а всего в ходе тотальной проверки пресечено почти 300 нарушений. Часть машин пришлось изъять и поместить на специализированную стоянку. Также в рамках мероприятия автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями. Напоминали о вредном влиянии алкоголя на организм человека, а также об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отмечу, что за пьяное вождение или отказ от прохождения медосудительствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовным наказанием. В Павлоградском районе открылась вторая модельная библиотека. Это современное пространство подходит не только для чтения, но и проведения мастер-классов и игры культурных мероприятий. Учреждения оснастили новой техникой, мебелью пополнили книжный фонд. Эргономичные пространства подходят для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы проводились по президентскому нацпроекту «Культура». Средства на ремонт выделены из бюджета всех уровней. Всего в регионе функционирует 19 модельных библиотек. Еще одна откроется до конца года. По словам губернатора Виталия Хаценко, важно сделать все, чтобы у жителей даже отдаленных районов была возможность получать доступ к мировым знаниям, наследию культуры и искусства. Стал жертвой распродажи от мошенников. Житель Павлоградского района увидел в интернете объявление о продаже телефонной мечты по суперцене. Перейдя по ссылке, молодой человек указал номер телефона, по которому с ним вскоре связался якобы менеджер. Пострадавший оплатил покупку, но ему предложили принять участие в суперигре. Берешь еще один мобильный и третий получаешь в подарок. В итоге, с учетом доставки, мужчина перевел 52 тысячи, а гаджетов так и не дождался. И это лишь одна из немногих схем обмана, которыми сегодня пользуются мошенники. На телефон поступает сообщение, какое-то видеоизображение с незнакомого номера и с комментарием, допустим, ты ли это на фотографии интересуется, или как хорошо ты вышел на данном фотографии. Человек загружает это видео, в этом случае устанавливается специальное программное обеспечение, которое позволяет считать и предоставить злоумышленникам доступ в телефон. И, соответственно, появляется возможность распоряжаться счетами, входить в личные кабинеты, в госуслуги и так далее. Какие схемы обмана наиболее распространены? Как в криминальный бизнес аферисты вовлекают даже подростков? И какое наказание грозит так называемым дропперам? Смотрите сегодня в программе «Актуальное интервью» на 12-м канале в 18 часов 5 минут. Омские артисты споют о тайной любви Чехова. В театре студия Любови Ермолаевой готовят премьеру о любви или забытые письма. Мюзикл появится в репертуаре этого театра впервые. В основе произведения Антона Чехова и писательницы Лидии Авиловой, а также их переписка. Режиссером выступил столичный постановщик Сергей Федоров. Какие секреты раскрывают на сцене и о чем на самом деле рассказ Чехова-Каштанка в материале «Наталья Змаги»? На сцене синтез всех граней искусства – танцев, песен и драматического исполнения. «Ты собака, ты собака, ждет тебя сама счастье!» Вся команда постановщиков из Москвы. Режиссер Сергей Федоров, композитор Андрей Пересункин и хореограф Александр Бабенко. Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Для театра нашего это большой экзамен, потому что другие немножко требования, другой взгляд. Для нас, конечно, сам жанр, это мюзикл, это, конечно, такое поле для нас будет неизведанное. Немножко другой тренинг для артиста, как по пластике, соответственно, еще раз повторяю, другие требования. Артисты признаются, что работа над песнями и танцами дается непросто. А здесь мне, в принципе, искать не надо было. Вот в плане образа и каких-то таких моментов было очень легко. Вокалы, танцы, все это несколько затрудняет. Для актеров, которые играют животных, не будет меховых костюмов хвостами и ушами. Для Хавронии Ивановны шили наряд балерины. «Это для цирка, как одна Хаврония Ивановна выступает в цирке». «Такую пачку ей сделали?» «Ей пачку сделали, да. Там еще эскиз очень интересен, поэтому тут у нее шляпка, тут у нее… Ну, она у нас там дама такая». Для спектакля придумали и несколько персонажей, которых у Чехова не было. Так появилась горничная Кузьминишна. Ее прототип – Марья Кузьминишна, которая когда-то работала у Чехова. Раскрывает секрет режиссер, таит свои загадки и оформление сцены. Декорации к спектаклю многофункциональны. Например, вот эта стена, обклеенная афишами цирковых представлений, в какой-то момент трансформируется в клетку. И каштанка оказывается заперти. Клетка – некий символ несвободы. В литературной основе мюзикла не только знакомая со школьной скамьей каштанка. Здесь переплетаются произведения Антона Чехова и писательницы Лидии Авиловой, а также в переписках. Когда они встретились, Чехов был свободным, а Лидия – замужем. В письмах отражаются отношения, которые длились 10 лет. Он глубоко философский рассказ, потому что в этот рассказ он вложил всю свою историю с Лидией Алексеевной Авиловой. Зашифровал. И вот эта каштанка, этот прототип, да, хотя это реальная собака. Это реальная была собака, это еще у Дурова, известного циркового артиста. Все философские вопросы автор постановки оставляет риторическими, чтобы зрители ответили на них самостоятельно. Такая возможность представится уже 15 ноября, в день премьеры. Наталья Змага, Павел Манджос, 12 канал. Стало известно, где Амичина пишет юбилейный географический диктант. Центральная площадка проведения будет Омский педагогический университет. Здесь проверить свои знания смогут сразу 250 человек. В Омской области международная просветительская акция пройдет 16-18 ноября. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, связанных с географией России и семейными традициями. В этом году акция празднует юбилей. Она проводится уже в десятый раз. За это время диктант написали более 3,5 миллионов людей по всей планете. Для участия в географическом диктанте нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Центральная площадка начнет работать с 17 ноября в 11.00. Каждый участник сможет узнать свой результат по QR-коду или индивидуальному номеру на сайте акции. Амичи могут подарить праздник тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Центр социальной поддержки населения объявила акцию по сбору кондитерских и канцелярских наборов, игрушек, спортивного инвентаря. Позже из них сформируют новогодние подарки, которые передадут детям, чьи семьи сейчас испытывают сложности. Принять участие могут все желающие. Для этого с 15 ноября по 23 декабря нужно передать свою посылку по адресам. Улица Богдана Хмельницкого, 132 и проспект Мира, 35Б. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Рутюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Только по 1 декабря в Омском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Радиогордость в Омске. 90 и 1 FM. 90 и 1 FM. Спонсор прогноза погоды цирк Ярослава Запашного. В Омском цирке стартовала новая программа при участии династийного артиста в пятом поколении Ярослава Запашного. Впечатления от увиденного не оставят вас равнодушными. И о погоде. Завтра, 9 ноября, в Омске переменная облачность. Возможны осадки ночью минус 3, минус 1, днем до минус 6. В районах облачно возможен снег. Ночная температура минус 8, минус 6, днем до 7 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Только по 1 декабря в Омском цирке. Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите программу Управдом. Субтитры подогнал «Симон»!